Еще одни тревожные новины – кошмар Лукашенко и небашная Тихановская, а так само подробностей суда и посадки чергового силовика. Витаемся, бры! Это наша Нива, и сейчас мы все вам расскажем. Про те тревожные темы. Учера белорусские помежники раптом поведомили, что украинцы небыто стягивают до белорусской мяжи войсковцев и технику. А сегодня в Беларуси с Днянацку началась проверка готовности Узбройных сил, причем Минобороны само подкресливает, что проверка раптовная и нечеканная. У нее будут удельничать, а маль, усе. Силы специальных операций, авиация, ракетные войски и артиллерия, а так само силы суппроцеповетранной обороны и войсковые инженеры. Причем пройдут эти обучения как раз в областях, что мяжут с Украиной. Для проверки задельничают полигоны на Беростейшине и Гомельщине. Так само отметно, что по официальной версии белорусские войска церектуются как раз обороняться, ловить дверщинные группы, прикрывать важные объекты и ставить системы загородов. Выглядая, что обстановка накаляется, а лишь поколь не зрозумела чему. Тут, между волей, сгадывается ситуация на российско-украинских межах в лютем 2022 года, перед самым початком войны. Тогда, как раз под подставой в учениях, россияне стягнули войски до межа с Украиной, и чем это закончилось, мы с вами добро памятаем. Правда, малоберогодно, так само, что Россия рыхтует новую атаку на Украину с Беларуси, потому что, если не было зауважено никакого надзвычайного перемещения путинских войсков. И тут повторимся. Некий конфликт с Беларусью не потребный в первую очередь самим украинцам, потому что на некие провокации эти правый конфликт с Беларусью, значит открывать другой фронт и створать самим себе великие проблемы. А провокации с Беларусью в бок Украины, не кажучи про полновартостный удел в войне, не потребного в свою очередь Лукашенко, потому что он как раз тиснет на то, как утромляет Беларусь от войны и заховывает этот мир. Короче, паниковать пока рано, но будем пильно надзирать за ситуацией, потому что начался очень тревожный вооружняк. Пока его войсковцы развивают загадковую активность, сам Лукашенко ездить по фермам и молчать. Тяпер Йон побывал у Держинским районе, где наведал молочно-товарный комплекс, на яким ущих коровок продбачливо помыли. Там Лукашенко рассказал про кошмары, які сняться ему ночами. Лучше работы нет, запомни, нет. Я это все прошел. Так я кроме сельскохозяйства недели работаю. Правильно, нет лучше. Мне сняться по ночам сейчас люди, с которыми я работал, сняться. Коровы, я их ночь даю, там еще ужас. Лучше нет, никакое президентство, это все чепуха. Самая интересная здесь работа. Живые люди, живой скот, живые растения и результат каждый год. После Лукашенко открыл великий физкультурно-оздоровленческий комплекс у самим Держинску. И тут, до речи, цикавый один момент. Под час его промову без поперки прорываются его наболелые думки. Так и теперь. Йон выступил с целым монологом про отказный подход до здоровья. И вельми зауважно, что чем больше Лукашенко старые, тем больше он говорит про здоровье и медицину. Это ж ведомо не значит, что у него 100% есть некие проблемы тихо-робы. Но это красномовный сигнал, что питание своего здоровья, а последним часом Лукашенко, вельми и вельми хвалюет. Что тычется заяву белорусских воевцев про Украину и раптовные учения, то Лукашенко ничего про это не сказал. Принамще в официальных справоздачах его пропагандистов не было ни слова про некое напряжение на мяже и браться не зброей на полигонах. Так же у Лукашенко появилась новая идея фикс. Лядовых палацов с его подачи уже набудовали и где нужно, и где не нужно. Цеперше будут строить физкультурно-оздоровленные комплексы. Лукашенко уже загадал, как за наступные пять годов в каждом райцентре появился такой же комплекс, как в Дзержинске. Ну и не вышло без прикола. На огульном фото с Лукашенком в спортивной зале у кадр трапило граффити на стене, и некоторые уже звернули увагу, мовлял, поглядите на женщину в боксерских пальчатках. Гэта ж вылитая Тихановская. Доречи про Тихановскую. Я ее даратцу, Франа Кобячорку посадили на 20 годов. Правда, есть нюанс. Сам Бячорка по раннейшему замяжой и на воле, бо суд был заводшным. Политика признали виноватым аж по девяти артыкулах сирот, яких издрада державе, измова с метой захопа улады и массовые беспорядки и шмача гуяше. Але цикава тут войсто. Вячорка хотел поприсутничать на процессе над собой по видеосувязи. Але суд ему это заборонил и пропоновал политику приехать у Минск особиста. Як той казал, заводши нам могут хоть расстрелять, але ж это не конец истории. Далее будет конфискация майомости, коли у Вячорки засталась у белорусской квартиры Тимошина, а затем махчима и по избавлению белорусского гражданства. Страшная и незразумелая история, отбыла еще во украинской буче. Там с сегодня раннейцей в машину до таксиста сел пассажир и запотребовал отвести, яку намяжусь в Белоруссию. Коли керутся отмовился, клиент достал гранату за словами «мнение мачагу гублять» и начал погрожать, что взорвеее просто в машине. Таксист выбег из авто, и тогда его пассажир здействовал свою страшную погрозу. От выбуха он загинул на место, что это было, поколь не зрозумело. Особо загинул его пассажира, теперь высветляется. Репрессованный медик знайшовся у ничаканной местности. Его взяли под крыло бизнесмены с кола Виктора Лукашенко. Говорка тут и где про академика Александра Бялецкого, известного детского ортопеда, который ранее начали РНПЦ травматологии. А лишь после его жизни сделала радикальный поворот. В 2019 году Бялецкий был осужден в рамках гучной справы ортопедов. Академика тогда признали виноватым в коррупции и далее ему всем с половых годов колонией. Правда, уже в 2021 году Бялецкий был помилован Лукашенко. После чего славутый медик ввел прием в обычной поликлинице при больнице Минского района за степлые гонорары. Олешня Дауна, его на прозвищу, заявила сейчас род докторов клиники Мерси, в которой володают люди за точение Виктора Лукашенко. Эта клиника имеет несколько соуладальников, некоторые из которых ранее прорывали в структурах Алексея Олексина и Александра Зайцева, мультимиллионеров и придворных бизнесменов удачи близких до Лукашенко. Так само вядомо, что одна соуладальница клиники Людмила Няронская летала на прайват-джетах в компании с Виктором Лукашенко. Отметно, что после справы ортопедов Минавита клиника Мерси стала отдельной в Беларуси, где ставить импортные суставы. Операция по протезованию тут каштует от 6,5 до 8 тысяч доляров, супрать 3-4 тысяч, которые ранее просили в державных клиниках. Гучная справа. Посадили майора милиции, який доносил на протестовцев. Солигорский дайшник Владимир Гелескун служил в милиции с 98 года. Особливо ничем не вылучался, поколь не начались протесты 2020 года. Тогда он несколько раз поведомил в милицию, что бачил, цитата, антиполитические надписи с текстом «Саша, ты проиграл, все хоть». По его доносам начали криминальную справу, але чем она закончилась, неведомо. Наступный раз Гелескул прославился в 2022 году, когда сам трапил в коррупционный скандал. Да и вот вернулся бизнесмен, который шукал своего должника. Для этого ему нужен пробивший, чтобы не кто-то добил закрытые известки с государственных баз данных. Гелескул погодился и сглазил целый спектакль. Майор сказал, что мая человека, який связанный и с Вагнером, и с Интерполом, и с ФСБ одночасово, але справа складанная и дорогая, тому доведется заплатить 7 тысяч доляров. Ролю человека с совязями сыграу знаемый милициянта, и увы, никудаишник и его сябр вытягнули с клиента 9,5 тысяч доляров, але ж ничем не допомогли. Звездки, який они передали замужчику, были попросту липовыми. Але ж информация про такую активность майора Даида и шла куды треба, бо после он сам стал охвярой разводки своих коллег. До Гелескула снова вернулись по информации на потребного человека, и он снова пообещал, что все сделают хлопцы из России, цитата, и они сами працуют у Интерполя. Это ж Вагнеры, это ж Интерполовцы все, ФСБшники. Конец цитаты. За все про все майор попросил 7 тысяч доляров, причем в этом случае он даже достал потребную информацию, але ж при передаче частки грошей Гелескулу его взяли на горячем коллеги-силовики. Все лето пройшел суд, причем вырок был довольно мягкий. Милициянта винователи аж по четырех артыкулах, широт яких и хабар, и махлярство. Ему погрожало до шести годов. А отримал Гелескул только три с половой. Штраф у 14 тысяч рублей, и по избавлению званий за оборону працовать у органов улады. А судили и его сябра, який выполнил роль пробивщика. Того навод не отправили в колонию. Ему просудили три годы и один месяц химии, а так само штраф у 6 тысяч рублей. Лукашенко загадал вертать на працу пенсионеров, ну и понеслась. Министр охоты здоровья Александр Хеджаев анонсовал черговые изменения в своем ведомстве. Теперь медикам, которые достигнули пенсионного взрослого, не нужно будет подтверждать свою квалификацию. И причина такого раше невидовочная. Дефицит кадров в медицине великий. Поэтому улады будут пробовать, как магадалжей утримливать на праце пожилых работников. Знайшли школу, которая выполнила пожелания Лукашенко, еще до того, как он их огучивает. Недавно Лукашенко запотребовал, как прозвитание со школой проходилось тепло. Моглял, никаких лимузинов и ресторанов. Но и вот Брестская школа номер один зладила своим учням такие выпускные, которые они, правда, никогда не забудут. Но совсем не простое, что было доброе и душевное, а как раз на дворот. Мать одного из выпускников показала у ТикТоку, как выглядел банкет для сотни 11-классников. Столы чамусти поставили просто у калидоры. На одних нечто готовали, на других уже стояла готовая ежа. Помощь со столами стихийно возникали у горы сметя. Загадя нарезанные огурки, у ведра суседничали с этим сметем. У подписи до ролика женщина обурается, цитата, Администрация вырешила, что нормально отсветковать мы не заслужили. Усё проходило у калидоры, каля прибиральни. Батьки стояли, як ахоуники. Навод не было десесть, ибо не поставили ни водного кресла. Жанчина стверджает, что у школы есть великая спортивная зала и столовая. Але чамусти банкет проводили не там. Жанчина додала, ровно такая ж ситуация была и в минулом годе. Яшэ да ущих обурэння у Лукашэнки. Дикая здарэння отбылося на Могилёвщине. Там мать-одиночка выховывала 7-годовую дачку. Семьиня редко допомагал по господарце 19-годовый хлопец. Жанчина ему доверяла, и час от часу он заставался сам насом с малым дитём. У один из таких визитов жанчина зашла в покой и увидела жудостную картину. Вы, напевно, и сами сразумели, какую. Мать-девчинки одразу выкликала милицию. Хлопца затримали, и теперь ему погружают до 15-ти годов за хвалтованные действиями в дочинении до дитяти. Облава человеков отбыла еще в Фаниполе. Там затримали как минимум шестерых человек. Людей виноватят в аудиле в акциях протеста 20-го года и примушают признаваться в этом навиде. Вядома, что одного из мужчин затримали просто разом с женой, но в каком статусе находятся затриманные и по каким артикулям их обвинувачивают информацией по кульням. Нечаканый поворот Про лукашенковские коммунисты обороняют Кастуща Калиновского. А последним часом лукашенковцы смыгаются за собой Калиновского как только могут. И они выкресливают его с беларусов и записывают у поляки, да и просто открыто очарняют. А так само прибирают имя паустанца откуда только могут. Ну вот, например, школа у Свислочи носила имя Калиновского еще с часов Советского Союза, а теперь ее переназвали «Угонор советской подпольщицы». Так само и аматоры Лукашенки, и аматоры русского света вельми хочет, как у Минска в улицу Калиновского переименовали в улицу 17-го веросяня. Для разумения. В 1939 году в этот день Советский Союз по домовленности с фашистской Германией увел войска в Польшу и забрал великий кавалок территорий. Официально это называлось «Долучением заходной Беларуси» до Советского Союза. Недавно Лукашенко выдумал целое державное свято с этой нагоды. 17-го веросяня стала Днем Народного Одинства. Прозвучок это выглядело, что переименование в улице Калиновского это только справа часу, а лишь за особу славутого паустанца раптом уписали еще белорусские коммунисты. Яны просят покинуть успокоен назву в улице и называют ее переименование провокацией, якая непозбежно выключа непотребную додатковую напруженность в грамадстве. Коммунисты навык разослали свой зворот ущем высоким чиновникам и у тым лику Лукашенко. Правда, когда вы подумали, что эти оборонцы Калиновского раптом стали белорусскими патриотами, то совсем не. Еще это просто черговое поклонение Советскому Союзу. Логика у коммунистов тут такая. Могля, если особу Калиновского шановали в Союзе, то давайте будем и мы. Не треба переписывать советскую историю, но и так само приводится аргумент, что Калиновский смогался супрать панов и дворан, что коммунистам вельми подобается. Ну и еще крыху для разумения. Ты же люди, которые теперь оборонят Калиновского в 2020 году, закликали терминово разобраться с белочервоно-белым стягом по закону и покинуть один-два экземпляры в музее, а еще остальные снижить. За выкрыстание такой символики увести отказность. Такий, вот трехконечный, белорусский парадокс. Вот такие новины пятницы. Нагадаем, что в неделю на нашем канале выйдет черговый, текавый сюжет. На этот раз правда вельми и вельми текавую особу. Тому подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Ставьте лайки или дизлайки и выказывайте за уваги в комментариях. И конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустренимся в неделю.